У рэпа в России богатая история, изучать её мы предлагаем по списку 15 главных альбомов за 20 последних лет. Список не претендует на ультимативность, жанр многогранен и неоднороден, на его наследие можно смотреть под разными углами и получить абсолютно непохожие выборки. Мы вдохновились на этот ролик после статьи на The Flow, однако мы выбрали не 20, а 15 главных релизов русского рэпа за последние 20 лет. Сегодня мы и расскажем про них. Но перед тем, как мы начнем, просим вас ознакомиться с нашим каналом про кино под названием CinemaTube. Там мы рассказываем про самые громкие киноновинки оперативные, без спойлеров. Также там вы сможете увидеть различные топы подборки и тематические видео, которые смогут рассказать вам много интересного про ваши любимые фильмы. Ну а мы начинаем. С вами канал Убивая БПМ. Поехали! Первый альбом. Каста. Громче воды, выше травы. 2002 год. Первый студийный альбом группы Каста, который был записан в классическом составе. Влади, Шимон и Хамиль. Альбом вышел в 2002 году, то есть 18 лет назад. Трехмерные рифмы и в полном действии, как известно, плоды совместного труда групп объединенной Касты. Этот альбом вызвал огромный интерес у представителей СМИ. Во всех изданиях, пишущих на своих страницах о современной музыкальной культуре, появились публикации о группе. Благодаря этому альбому Каста значительно расширила круг своих почитателей. Многие слушатели открыли для себя совершенно новое звучание рэпа на русском языке. Истории, рассказываемые Кастой, легли в основу трех культовых видеоклипов. Мы берем это на улицах, на порядок выше и про Макса. Последние два видеоклипа попали в чарты канала MTV. В песне на порядок выше использована мелодия Эннио Морикон и Поверти, ранее использованная в фильме Серджи Леоне «Однажды в Америке» с Робертом Де Ниро в главной роли. В песне «Доставайте папиросы» использована мелодия Телониуса Монка «Бемша Суинг». Благодаря этому релизу Каста значительно расширила круг своих почитателей. Многие слушатели открыли для себя совершенно новое звучание. И вот теперь это уже история русского хип-хопа. Каратэ – дебютный студийный альбом российского рэпера Смо Кимо, выпущенный в 2004 году. Каратэ – альбом попросту неприкасаемый. Он вышел монолитом, там не убавить, не прибавить. Для тех, кто попал под его магическое влияние 10 лет назад, он записан на подкорку цельным куском. Да, Германы, Патрик и Брачи выделяются на фоне остального, но это просто пики высокой горы. В русском рэпе практически нет настолько же безупречных альбомов, любая хирургическая работа над ним будет излишней. Несмотря на всё вышеописанное, каратэ не производит впечатления на человека далёкого от рэпа или же начинающего слушать его сегодня. Это наш внутренний якорь, наши воспоминания о себе прошлых, живших в небольшом мерке русского хип-хопа. У всех была в юности книга, фильм или компьютерная игра, прелесть которой не понимали собеседники. Её можно было просто почувствовать. Любой ремикс здесь – неприятное вторжение лично тебя самого десятилетней давности. Самый обстоятельный анализ альбома выдал, само собой, Бабангида. Альбом, конечно, крутой, лучший альбом после сольника Влади в русском рэпе. До Влади Смокимо не дотянулся по рифмам в первую очередь. Однако лирика откровенно мутновата, да ещё с претензией на интеллектуальность. К Смокимо приходит на помощь странная подача. Такой полустики фингерс, полувлади, читает технично он, это да. Плюс биты в стиле середина 90-х, никакого модняка, что тоже греет мне сердце. Действительно, каратэ по звучанию он деграундный альбом для своего времени. Бумбеп биты с неожиданными сэмплами, что-то похожее на саундтреки из советских сайфай-фильмов или эстраду 70-х. Смоке был больше похож на художника не от мира сего, чем на рэпера, находясь при этом абсолютно в рэперской тусовке. Как сказал один человек, слушавший Смокимо с первого альбома, поражало, как можно находиться так рядом, но при этом так далеко в своей голове. Мир, который описывал Смоке, интонации, с которыми он его описывал, всё было слишком необычно. Кровосток. Река крови. 2004 год. Быть может, секрет успеха отчасти и в том, что сами участники проекта Кровосток никогда рэперами не являлись. Люди, сумевшие сплести в роскошном названии Кровь и Восток, так часто переплетённые в наши дни, скрылись под псевдонимами Шилла, Полутруп и Фельдман. На деле они деятели искусств, художники, писатели и музыканты, но никак не рэперы. Неудивительно, что практически 100% произнесённого на альбоме находится за рамками морали. Современное искусство вообще часто стремится выскочить за эти рамки, а как ещё привлекать внимание в закормленном обществе? Хорошо это или плохо, каждый решает для себя. Ироничный гангста-рэп, записанный нарочито плохо под скуднейшее монотонное музыкальное сопровождение, тем не менее способен вызвать неподдельный восторг у слушателя. И у молодых слушателей, принимающих эстетские игры за чистые монеты, и у более искушённых и взрослых людей, которых радует дерзость концепции и живость её воплощения. А ещё у Кровостока здорово получается рассказывать свои брутальные истории, подбирать ёмкие, красочные образы. Рэперам сегодня не грех этому поучиться. Гуф. Город дорог. 2007 год. Город дорог. Дебютный студийный альбом российского рэп-исполнителя Гуф, выпущенный в седьмом году. Фактически это первый релиз участников группы Центр. Он вышел ещё до издания альбома Качели. Большинство песен альбома посвящено темам употребления наркотиков в субкультуре наркоманов. В песнях альбома встречается ненормативная лексика. Журнал Rolling Stone в своей рецензии на альбом отметил, что во всех дисциплинах некоммерческого хип-хопа Гуф заслуживает самого высшего балла. А сайт rap.ru поставил город дорог в один ряд с лучшими альбомами русского рэпа. Песни, вошедшие в альбом, записывались на протяжении нескольких лет, и ко времени выхода альбома многие из них были уже знакомы публике. Альбом записали почти за неделю. Песня «Новогодняя», ставшая одним из главных хитов альбома, впервые была опубликована на сборнике Rap.ru, который в октябре 2004 года при поддержке одноимённого сайта выпустил рекорд-лейбл Respect Production. Участие в этом сборнике стало первым официальным релизом Гуфа. Первая же изданная песня привлекла к артисту пристальное внимание прессы и публики. Что-то новое мутить, ведь мы так любим дуть рядом с Путиным и рэпом. Noise MC – The Greatest Hits Volume 1, 2008 год Дебютный студийный альбом российского рэп-рок-исполнителя Noise MC, в официальной продаже 17 июня 2008 года. Презентация состоялась 30 мая 2008 года в клубе «Город». После того, как веб-сайт Showbiz.ru опубликовал острую, негативную и пренебрежительную рецензию критика Николая Фандеева на альбом Greatest Hits Volume 1, Noise MC записал диск «То убил Николая Фандеева», опубликовал его в интернете и заявил, что этот трек должен был войти в сам альбом. Но этому воспродивилась выпускающая компания «Мистерия Звука». Впоследствии в 2010 году песня вошла в переиздание этого альбома The Greatest Hits Volume 2, но под названием «Кто убил» и имя журналиста было скрыто купюрой. В песне за закрытой дверью в качестве сэмплов были использованы фрагменты песни «Вечная молодость» группы Chish&Co. Первая группа Ивана Алексеева, которую он собрал у себя в Белгороде, называлась «Рычаги машин». Детская любовь к группам Rage Against the Machine и The Prodigy сформировала будущий стильной MC – громкая и тяжёлая музыка, рок напополам с рэпом. Песня для радиоэфира, вот она готова! Ни одного плохого слова и припев попсовый! Триогрутрика, Вечерний Челябинск, 2010 год. 10 лет назад вышел альбом Триогрутрики, Вечерний Челябинск. Неторопливый, приджазованный хип-хоп Челябинской четвёрки, песня о разбере на провинциальном быте и простой, но идеально попадающий в его настроение клип Big City Life. Очень быстро вывели группу из местных андеграундов клубов на концертные площадки по всей стране. У Триогрутрики есть уездный колорит и есть аутентичность, но нет колхозности. Есть каноничный бит, джази-сэмпл и приятные мазки к латино-рэпу Cyprus Hill и Funky Dubits. Есть колоритные голоса и есть редкое сочетание мрачного тона и светлого оптимизма, несмотря ни на что. Вечерний Челябинск избегает дежурных фраз про позитив. Они вместо этого рисуют обстоятельную картину городской жизни, живописуют свой Вечерний Челябинск, город бомжей Порши, город, где звёзд не видно, где паутина пятен их поглотила. Признаются в любви провинции своей, кип-хопу и твёрдому, азартно обмениваются рифмами и в итоге убеждают, что трудности преодолимы, а в жизни решительно всё станет хорошо. Оу-74. Неизбежен. 2012 год. Оу-74 идеально записывают прокуренную музыку для маленьких плохо освещенных клубов, где люди в капюшонах синхронно кивают головами. Вспомнить навскидку пару цепких фраз из их песен затруднительно, зато общая атмосфера выстроена безукоризненно. Оу-74 говорят о том, что видят вокруг. Про местности став, про личности, которые не перепутают чистые наличные с меченными. Про 10 минут назад была бутылка Бенчи Роза. Из всего многоликого уральского рэпа не меньше всех склонны что-то делать по-простому и от души. А ещё в них чувствуется могучая энергия, ощутимее всего прорывающееся наружу в видео. Будь то клип на проводе, либо же зафиксированная под кастом мясорубка, впечатляющее выступление в Петербургском дворе. Оу-74 отдают должные уличные романтики, похоже совсем не лукавят, говоря про музыку, которая заменяют пищу. В своё время неизбежен вывело Оу-74 на всероссийский уровень. Неважно где на стек, считай не убежал стиль, обнажил кинжал, наху я плейд... ATL, Марабу, 2015 год. Что нужно знать об альбоме Марабу, если совсем-совсем кратко? Подобно лучшим работам русского рэпа, карате или альбомам каста, он собирает по деталькам свой мир. В мире этом жить крайне опасно и неуютно, но русский рэп это редко когда история про уют. Парадокс, но Марабу имеет очень мало общего с современным русским рэпом, с зарубежным кстати тоже. Он существует совсем в другой традиции, танцевальной, рейверской, где танец универсальная панацея против всех бед мира. Вообще, ATL история не про одиночку, а про группу единомышленников, которые год за годом трек за треком искали свой звук. И наконец нашли. Теперь они настолько единый организм, что хоть и находятся в разных городах, не могут записывать музыку дистанционно, только находясь вместе на студии в Чебоксарах. ATL сделал себе первое имя на микстейпах серии Foxwag, где читал на биты Мхадсон Махаук и Клэмс Кэзина, соединяя рэп и модную электронику. На дебютном альбоме Марабун сделал шаг вперед и окончательно ушел в царство джангловых ритмов и стробоскопов. ATL часто осуществлял привязки фантастического мира Марабу к нашей реальности за счет нейм-дроппинга, но не марок авто и дизайнерских брендов, а в качестве на литературу и классики кино. А вот каких-либо более актуальных и мимолетных примет времени альбом лишен, за счет чего и сегодня существует как бы вне времени и не собирается устаревать. Альбом-сюрприз в первый же день разорвал интернет и вложил весомый кирпич в фундамент всероссийского хайпа Оксимирона. Тот шагал вперед и вверх в бешеном темпе, вы сами это прекрасно помните. Больше слушателей, больше концертов, больше площадки, больше артистов на лейбле, свой большой фестиваль, триумфы на баттлах. В нынешней фазе его карьеры, где больше нет баттлов, релизов и триумфов, а есть поиск себя и интернет-отшельничества, может возникнуть соблазн подвергнуть переоценке Егор Город. Впрочем, судите сами, в 15-м году писали, что альбом расширяет границы жанра. Что он удивляет, его не с чем сравнить, что он сочетает сильные стороны классного рэпа и увлекательной литературы. Кажется, всё это остаётся в силе, плюс политическая линия альбома сегодня не поступает резче и звучит актуальнее, чем 5 лет назад. Не скажем, что Горгород повлиял на это изменение повестки, но получается предугадал её. Скриптонит. Дом с нормальными явлениями. 2015 год. Три главных альбома ноябрьского переворота 15-го не создавали музыку. Они создавали целые вселенные. Вселенная Диля Жалелова была страшной, но вмиг затягивала. Самый длинный из найборских альбомов идёт больше часа. Дом не позволяет заскучать вовсе. Его нервные алкогольные колебания с амплитудой от рэпа до записанного будто бы в горячечном бреду блюзы сейчас взрывают мозг. Дом ещё и дал наводку, как скриптонит будет звучать далее, когда через несколько лет он собрал группу имени себя и заиграл музыку без жанрового ярлыка. Удивились только новички. Так, рост жанровость была заложена как раз на дебютнике. Фараоны Бульвар Депо, Плакшери, 16-й год. Кажущиеся разными артисты, привязанные к отличающимся стилям, на удивление органично смотрятся вместе на композициях. Фара – эллигичность, через тьму которой прорезается хвостовство, о коем рассказывается то напеванными мотивами, то специальными неотчётливым голосом, то рывками или расчётливым речитативом. Бульвар же безразличность, нахождение в прострации, даже слова он произносит так, будто вот-вот выпустит клуб дыма изо рта. Данный мини-альбом в плане звучания тематики в каком-то смысле является продолжением предшественника. Он современный, более детализированный, однако такой же необычный, отличающийся от всего вокруг. К примеру, в качестве гостей были выбраны американцы Бути Чейн и Причер Ники, а к продакшену руку приложили как участники Dead Dynasty, Салуки Брайт, Frozen Gang Beats, так и сторонние музыканты. Инструментальное сопровождение Сюры вовсе досталось самому фараону. Хоть здесь и присутствует мрачный в сердце тьмой, в остальном на эпи царит очень дружеская атмосфера, находясь в которой возникает желание высмеивать глупцов, много курить и заниматься любимыми делами. Альбом подарил нам хиты 5 минут назад и Кабернес Виньон, и окончательно вывел Депо в список лучших исполнительной отечественной рэп-игры. ЛСП Олег ЛСП всегда был отличным поп-мелодистом и часто использовал рэп только как форму. На Трэджик Сити в идеальной пропорции сошлись его сочинительские таланты и продюсерский дар Рома Англичанина, который похожим образом брал от рэпа только скелет и нанизывал на него новые слои. Он выставил для альбома очень красивый саунд, это не столько рэп, сколько мрачный экспериментальный поп, в лучшие моменты по киношному трагичный. Англичанин умер спустя несколько месяцев после выхода релиза. Из-за этого Трэджик Сити сразу приобрел новые смыслы и стал вехой в творчестве ЛСП. Биг Бэби Тейп Драгонборд, 2018 год Драгонборд, на его моментальный успех это было неожиданно. Звук, где басы задраны так, что отдельные треки тяжеловато слушать в наушниках, сленговые англицизмы, за дешифром которых надолезь на Джинниус, много про криминал, наркотики и полицию, общее ощущение того, что ты чего-то не понимаешь, и это совершенно нормально. В чем уникальность Тейпа? Многие другие популярные альбомы того года, проходящие по тегу хип-хоп, были кроссоверами, открывающими для хип-хопа дорогу в новую поп-музыку. Примеры вы сами без труда вспомните. LJ, Лизер или Гонфлад Это песни, в которых присутствовал речитатив, где-то в большей степени, где-то в меньшей. Но сохранялась и структура поп-песни, куплет, потом бридж, и непременно ведущий к припеву, где и происходит кульминация. Драгонборд это целый мир, любовный и детально проработанный. Егор Ракитин рассказывал, что выучил английский язык по GTA. Продолжая аналогию, уверены, что многие слушатели сделают это по его же пластинке. Гонфлад был уникален тем, что предлагал своим слушателям поиграть. Big Bobby Tape делает то же самое, только игры у него другие. Наконец, Tape это очень энергичная музыка, и такой мощной, злой, негодяйской энергии в нашем хип-хопе, по крайней мере в надземной его части, давно не было. Dragonborn это именно что рэп-альбом, который лезет к верхушкам чартов в тот год, когда многие ноют о том, что рэп умер и не подает признаков жизни. Morgenstern. Легендарная пыль. 2020 год. Грязный звук, простецкая музыка и текст, и черт знает о чем, вкупе с ошеломительным успехом релиза, дают почву для сравнения пути Morgenstern с творчеством Нирваны. Напомним, сетловская группа нечаянно затесалась в мейнстрим, благодаря альбому Nevermind. Команде, особенно ее фронтмену Курту Кобейна, популярность была не по душе. Тогда Нирвана стала криво играть свои без того неидеальные песни на концертах, и попыталась выпустить плохой альбом. Впрочем, всем уже было без разницы, что играют их кумиры. С Morgenstern сложилась обратная ситуация. По сути, он сказал, «Мы сделаем так плохо, как еще не было, но вы все равно будете это слушать». Так и вышло. Легендарная пыль побила все рекорды, и стала символом эпохи в русской музыке. Эпохи Моргенштерна. Кизару. Burn to Trap. 2020 год. Во-первых, Кизару воспроизводит очень старый, постепенно уходящий в небытие троп-гангстар-рэпа, согласно которому рэпер это в меньшей степени обычный человек, красиво рассказывающий публике про свои неврозы, и в большей степени прожженный криминальный ветеран, и живой источник street knowledge, которым он обязан делиться со слушателем. Он должен иметь категоричное мнение по любому важному вопросу, делить коллег по цеху на трушных и не очень, а также настраивать слушателей на такой образ мышления, который позволит ему тоже стать крутым. Чем Кизару и занимается, например, на своих трансляциях? Во-вторых, у Олега есть всем известная красивая биография, при которой ему не нужно сочинять фикшн. Более того, раньше он требовал от российских рэперов, чтобы они пели правду про себя, или не пели совсем. В последнем интервью он всё-таки отказался от этой идеи, что вполне оправданно. Даже если предположить, что некоторые его местные коллеги связаны с криминалом, про параноидальные унизительные реалии российского наркобизнеса наверняка можно сочинить хорошую музыку, но это явно будет не каноничный американский гангстарэп. В-третьих, Кизару последовательный пурист во всём, что касается сопутствующего музыки дизайна. На его альбомах нет драматических бит-свитчей и концептуальных скитов. В клипах, как положено трэпер, он снимает мужчин угрожающего вида. Вот какая штука. Для современной музыкальной аудитории эксперименты разрушения жанровых клише являются ценностями по умолчанию. Поэтому, например, музыканты любят говорить про себя, что они вне рамок, а музыкальные журналисты хвалят жанровые кроссоверы. Кизару прекрасен тем, что старается быть неуместным везде и всегда. Даже слушатели рэпа, постарше тексты кумира, которых можно было с выражением читать на уроках литературы, воспринимает его карго-культурный консерватизм в штыки. Когда он строит на границах жанра баррикады и своих угарных пафосных речей гетто-стилизаций, он на самом деле поддерживает леющий огонек запретного шарма в музыке, который раньше было нужно прятать от родителей, даже сверстников. Вот такой вот список, согласны ли вы с ним? Если нет, пишите в комментариях, что же мы упустили. Не забывайте про подписки и лайки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok